Ну что, мои дорогие, всем огромный привет. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И это Андрюша Нойлс, детка. У тебя такое приветствие, да, на канале? Ну, немножечко отличается, но... Думала ли ты, что жизнь нас будет готовить к такому видео? К такому видео нет. Я реально, ребят, вот сейчас в таком небольшом восторге и не думала, что мы вообще сядем и будем снимать подобный ролик. Но я думаю, настало время вам рассказать. Мы поняли, что скрывать этого мы не будем. Черт, у меня сейчас типа мурашки идут по всему телу. У меня тоже. Мы, если честно... Мы не хотели это делать изначально. Не хотели, да. И все это время, когда до этого мы не рассказывали про нас, мы это делали специально, потому что мы хотели не выносить это именно в публичность. Но что-то пошло не так. Не то чтобы долгое время, но прошло уже буквально недели три, мы это скрывали от вас. Мы целые две недели вместе, вот именно. Ты понимаешь, что я уже пережил? Пережили мы многое, и мы хотим рассказать вам историю вообще нашего знакомства, наших отношений вообще, с чего и как все началось. Я уверена, вы не ожидали, ребята. Вот прям честно вам говорю, потому что я сама не ожидала, что так получится. Мы просто сейчас... У меня восторг. Расскажем вам историю, и вы все сами поймете. Я очень неловко себя чувствую. Я тоже. Ну че, это круто. Это нужно было сделать, и мы это делаем. В общем, запасайтесь шиповником. Кустяшками. Да, и мы желаем вам приятного просмотра. И чаем. И чаем, да. И чаем, да. Это наша история, история нашего знакомства, и... По данный момент. Да, очень неожиданно, но и наших отношений. Поехали. Короче, все началось с того, что я пошел на тусовку через своего друга, и там как раз-таки была вот эта бэйби. Ага, бэйби. Вот как раз-таки мы на эту тему сейчас с вами и поговорим. Я очень сильно удивилась, когда Андрей оказался именно в той компании, которую я считала как бы своими единомышленниками. Я просто там не должен был быть на этой тусовке изначально, но мне было скучно. Мой друг туда пошел, и такой, а почему я не могу пойти? Да, и как бы мы познакомились очень странно, и я не ожидала реально там видеть Андрея, а там был наш общий знакомый, который как бы пришел с ним. Я этого не ожидала, да. Мой крутой друг. И все началось с того, что я сначала к Карину, то есть я к ней относился, ну... Не очень, я так бы сказала. Там мы познакомились вообще безумно странно. Я подошла к специальной вот этой вот стойке, у нас была как бы такая псевдотусовочка, где мы все общались, разговаривали, и меня предупредили, что как бы приедет Андрей. Точнее, наш друг общий с Андреем. Я не думала, что они общались, он мне как бы ничего о нем не рассказывал. Я видела пару раз Андрея в социальных сетях, как бы он мне не очень так понравился, я бы... В смысле не очень понравился? Ну слушай, я не знаю. Ты видела мои видео вообще? Видела, конечно. Значит, понравился бы это. Ага. В общем, я подошла... Ты до сих пор нервничаешь. Я нервничаю. Я уже расслабился. Нервничай. По факту мы сейчас говорим это на камеру, и мы можем не нервничать. Никто же сейчас это еще не смотрит, потом будем нервничать. Я просто боюсь, понимаешь, как на это моя аудитория отреагирует. Меня, в принципе, жизнь к такому не готовила, чтобы сейчас сидеть с тобой на диванчике и мы будем об этом рассказывать. Я на то время стояла у специальной стойки со всякими вкусняшками. Там был чай, вода, очень много всего такого вкусненького, необычного. Туда подходит Андрей. Первым делом, как вы думаете, что он мне сказал? Привет, бэйби. Привет, бэйби. Вообще, я даже не отнесся к этой фразе как-то серьезно. Я просто всеми так здороваюсь, и я к тебе подошел тоже так же поздороваться. Я была наслышана, да, что ты как бы всегда так общаешься, но меня это почему-то выбесило, и я ему сразу ответила, я не бэйби. Тогда я назвал ее деткой. Деткой, да, я говорю, я не детка. Но если ей не нравится бэйби, тогда можно назвать девочку деткой. И черт, это как вариант. Да, как вариант, но я сказала, прости, я Карина, и как бы весь остальной вечер мы толком не общались. Мы вообще не общались до того момента, пока... Короче, я чуть-чуть, прям чуть-чуть неуклюжий, и был момент, когда мы стояли около напитков, и там был большой кувшин. Ты про воду хочешь рассказать? Да, я хочу рассказать про воду. Давай. Короче, там был большой кувшин с водой, но воду нужно было наливать самим, то есть там не было человек, который бы налил воду за нас. Рядом была Карина. Просто угадайте, что случилось дальше. Нет, угадайте, у кого из рук вылетел кувшин с водой, и куда он попал. Он не вылетел, он просто был уже немного мокрым. Мои руки нормальные. То есть это не потому, что я какой-то там неуклюжий, это потому, что такой кувшин. Если бы там был нормальный кувшин, я бы не пролил на тебя эту воду. Да. Еще было бы нормально. Не я в этом виноват. И как вы думаете, ребят, все мои штаны были практически весь оставшийся вечер мокрые? Две третих, не больше. Я думала даже над тем, чтобы поехать домой. Вы не представляете, как меня выбесил Андрей в этот вечер, прям вот с этими бейбами, детками. И как бы он еще на меня воду опрокинул, не под конец мероприятия, а где-то в середине. Как бы вот такое вот у нас было немножечко странное знакомство. Я к Карине с самого начала, ну как я относился к ней просто, ну нейтрально по факту. То есть, ну есть Карина, есть Карина. Но после того, как я облил ее водой, и она начала орать на меня матом. Прости, прости. Черт! Я не буду рассказывать, что ты кричала в мою сторону. Ну как бы и нехер было на мои новые штаны проливать воду, Андрей. Это вода! Она высохнет. И что? Вот, короче. А после того, как я пролила на нее воду, я думала, я не доживу до утра. Я тогда боялся даже сказать слово бейби. Я просто пристаю на тебя, смотрю на тебя, просто такими глазами, типа, что тебе пи***. Я просто сейчас возьму вот эту штуку и засуну тебе пи***. Так можно говорить? Нет, нельзя. А ты можешь это запикать? Да, запикаем. Мы это запикаем. После этого я побоялся к ней подходить до конца тусовки. Но ты не подходил, мы переменивались, как бы обменивались взглядами. Я помню, он на меня смотрел такими глазами, типа... Я хотел тебя соблазнить чуть-чуть. Ага, соблазнить, как бы. Ну ты смотрел на меня, одновременно хотел... Я смотрел специально вот так, типа. Ага, вверх-вниз. Я сразу подумала, что как бы то ли он... Соблазняю. Нет, то ли ты хотел ко мне... Я соблазнял. Мне показалось, что ты хотел ко мне подкатить вот таким образом, как бы просто... Это схема, это рабочая схема, она всегда работает. Вот как видите, ребят, рабочая схема В общем, на этом мероприятии больше толком Кроме воды и вот этих бейп и деток Ничего интересного не происходило Я общалась со своими друзьями Андрей стоял со своим другом Ну и как бы вот так вот все Вода это не страшно, они высохли И даже на них ничего не осталось А в тот момент ты хотела меня убить за это Это мне круто Ладно, заслужил по факту Вот представьте, вы бы были на моем месте На вас бы какой-то чувак, который вам изначально не понравился Пролил бы воду, как бы вы отреагировали Напишите в комментариях, пожалуйста Если бы это был Нойлс, я бы сказал, что вау Нойлс пролил на меня воду Да, я бы так сказал Если бы я был девочкой, я бы сначала себя трахнул А потом бы сказал, что вау Он пролил на меня воду В общем, мероприятие закончилось Я поехала домой и как бы после этого И я уехал, то есть к другу И мы продолжили еще тусовку с ним вдвоем именно После этого мы не виделись Где-то примерно неделю Но чуть-чуть побольше И потом у моего друга было день рождения Вот как раз таки у того, который пришел по друзьям Да, с которым я пришел Это мой хороший друг Я его очень давно знаю То есть почти полжизни я его знаю Этого друга Да, и он меня позвал на день рождения И очень долго думала, что его подарить И с подругой ходила по авиапарку И тогда еще покупала косметику Я уверена, вы видели этот влог на моем канале Вот тогда, да, уже начались какие-то вот эти вот Странные мутки Я тебе тогда понравился сразу Скажи, ты ждала меня на этом день рождения? Нет, нет Ты меня ждала, чтобы я пришел? Нет, ты меня вывесил Но ты меня все равно ждала Ты хотела меня увидеть Я в этом уверен Ты хотела меня увидеть на этом день рождения Да, наступил день рождения Я прихожу туда во всей красе Такая красивенькая, офигенная И первым делом Я думала, что Андрей подойдет ко мне И скажет привет, бэйби Вот прям я реально об этом думала Это, знаете, настолько странно Но мне говорили не один раз Что это его типичная фраза И я как бы ее ждала И что вы думаете? Пришлось подойти мне чуть-чуть поближе Поздравить нашего общего знакомого И она со спины слушает То есть я даже Она ко мне была не повернута Я ей из-за спины говорю Привет, бэйби Ну, из-за спины Да, я смотрю, я думаю, блин И как бы Судя по тому, как я в первый раз отреагировала на это Привет, бэйби Он меня выбесил конкретно Вот второй раз именно Уже понравилось Уже понравилось Видишь, черт Это работает, это работает Парни, берите к себе А взгляд сверху вниз Потом так Привет, бэйби Слушай, это пикапер, Андрей Пу! Я начала смеяться сразу Мне стало и неловко И как бы Это была его самая первая фраза Во время нашего знакомства Как бы еще на первой тусовке И поэтому я начала смеяться Но второй момент Когда вот мы второй раз уже увиделись То есть у нас не было такого Что мы прям серьезно как-то разговаривали Но мы с тобой У нас появился контакт Связь Да Вот, связь И мы начали именно общаться не так Что вот Ты крутая Ты тоже А мы общались так Что мы друг друга по***ли То есть всю тусовку мы просто по***ли Она по***ли у меня Можно так говорить? Да Я по***ли у нее То есть Вот на этом было все наше общение То есть она что-то Степали в общем Да А я говорил, что у нее крутые новые штаны Типа сухие там И все в этом жанре А ее это бесило С этим я вообще угорала На те штаны он мне пролил воду И я прихожу, короче, в новых Еще с такой майкой офигенной Он говорит Блин, штаны эти хоть сухие Но прикольные Я начала опять ржать И как бы Мы не общались как бы так близко Да, на этот день рождения Но все равно были какие-то вот такие моменты Когда я стояла вот у барной стойки Подхожу Он говорит Тебе подлить А что ты не пьешь там А что ты не то, не сё Ой, ну прям такого не было Не надо придумывать Я не придумываю Это ты ко мне потом еще там подходила И пыталась выйти с темной А ты не подходил? Ты тоже подходила Не только я подходил У меня была схема По которой я работал Эта схема сработала Я тебе понравилась Я схему просто проверял Угу Ну я тебе понравилась Схему проверял? Нет, на день рождения Я тебе понравилась? Схему проверял Ага, проверял схему Ну посмотрите, ребята До чего эта схема дошла В общем Рассказываем дальше День рождения закончился Ну как бы Вот такие вот у нас были Всякие моменты Когда мы То общались, то нет Скажи, скажи вопрос Ты хотела ко мне подойти На это день рождения? Ну просто чтобы Я и так подошла Да А ты? Я просто для себя хотел узнать А ты? Да Ладно Ну вот, все Видите? Мы пообщались Как бы, знаете Вот так вот И пропали на неделю Закончился день рождения И потом я поняла Что как бы внутри меня Уже что-то такое есть Там не было даже Нет, там была неделя Там было где-то Четыре дня примерно И после этого Я типа заходил в эти дни Смотрел на ее страничку И думал Когда она уже на меня подпишется? Типа Почему я должен А почему я первая? Потому что я новая Смотрите, такой мужик, блин Говорит Я думала, что на меня Я первая подпишу Ладно, ладно А потом проходит Четыре дня вот этих И типа Я такой думаю Ладно, подписываюсь Если она сейчас Не подпишется на меня В течение пяти минут Я отписываюсь И жду уведомления То есть я на нее подписался И ждал вот эти пять минут Вот я тебе перебью В тот момент Когда ты на меня подписался Я тебе серьезно скажу Я чуть с ума не сошла Не то чтобы от счастья Вот как я уже начала говорить После дня рождения У меня были какие-то такие странные Чувства ко мне Это нормально Это так работает Нет Это вообще на самом деле Это психология Это эволюция И когда самка видит Крутого самца Эта самка хочет завлечь Этого крутого самца К себе Боже Ну типа это так Он ставит меня в неловкое положение Ребят Я ставлю ее в неловкое положение Ребят Да Когда я приехала домой Я поняла Что внутри меня Вот это вот знаете Песни раньше Были такие Как ростковые Бабочки в животе Вот Ну она увидела просто Мою харизму Мой шарм Мои длинные волосы Волосы я бы тебе Отставила Кар-кар-кар Не называй меня Бесишь Вот ребят У меня вся семья называют Это все мои знакомые То кар-кар То кар Не беси Блин Андрей В общем Мне тогда было Кар-кар Сейчас вылетишь Я одна Расскажу историю Ты не знаешь Некоторых моментов Каких? Поехали Узнаешь Дальше Я тогда поняла Что как бы Мои пальцы Сами тянутся Открыть социальную сеть И посмотреть на его фотографии Ты просто постоянно не смотрела Да Но я их не лайкала Я боялась Я не хотела проявлять Первые какие-то знаки Внимания Но очень часто я палила его Какие-то истории С других аккаунтов Следила за его фотографиями Серьезно? С других типа? Зачем? Я бы сильно не увидел тебя Ты бы увидел Но бывает такое Что высвечивается человек Даже если не подписан? Даже если не подписан Такое бывает Оу Тебя я не знаю Ну ладно А ты палил, да? Да, я своего палил Я напрямую шел Типа своего аккаунта В общем мы так, ребят Дней пять Наблюдали друг за другом Пока вот Четыре Четыре было Четыре дня Ты забыла? Нет Ну я дней не считала В принципе Я тоже Я это почему-то сразу заметила Потому что каждые две минуты Полила его профиль Вот И он подписался на меня Я решила сделать это взамен Ты хотела это сделать взамен Мне кажется Твои пальцы уже тянулись Отписаться от меня Но мне пришлось Не, я ждал тогда Я еще не хотел тогда отписываться Но я типа ждал реакции Я подумал Если она не подпишется Ну пиздец Такой шанс потерять Вот И мы подписались друг на друга Расскажи, что дальше было Как мы начали переписываться вообще Спустя еще четыре дня, ребят Чтобы вы понимали Короче Следующий момент, бэйби Момент пикапа Как это работает? Сначала несколько дней Ты ее игноришь Ты меня не игнорил Я тебе не писала Я тебе тоже не писала Поэтому игнор Это было где-то еще четыре дня То есть мы не общались Потому что я работал По своей построенной схеме То есть четыре дня не общаться А потом написать Когда она уже не будет ждать Немного расстроиться Я ей пишу Ты тогда выбирала себе кофту И у тебя было типа две кофты Опрос Да, вопрос Какая больше нравится И я сказал, что первое говно Вторая крутая Она купила первую Которая говно Я купила первую кофту Потому что она мне понравилась больше Но она не крутая А Андрей мне Она типа по твой образ вообще не шла А Андрей мне написал Что ему нравится вторая Потому что я разбираюсь во вкусах И в одежде И вторая тебе лучше А я не разбираюсь Я как в чуму выгляжу, да? Ты не... Нет Кар-кар-кар Потом это обсудим Вот Круто одеваешься Ну та кофта смотрелась плохо на тебя Нет, она нормальная на мне смотрелась Хорошо Я ее купила, в общем Она ее купила, в общем Андрей на меня наехал Сразу И он мне ответил Что эта кофта полное говно И что зря я ее купила А мне наоборот Как бы это понравилось Но внутри меня Как бы все равно Было немного неприятно Как бы почему парень Который мне симпатичен Говорит, что кофту Которую я купила Полное говно Да потому что она полное говно Нет, она нормальная Хорошо, она нормальная Вот У всех разные вкусы Потом мы практически Не переписывались Общались Нельзя винить человека за его вкус Ну это да, тоже Как бы тебе понравилось, мне нет Даже если эта вещь плохая по факту, но вкус такой Ну и после этого мы как бы начали переписываться, общаться Он мне отвечал на истории, я отвечала ему на истории И, короче, мы с ней общались еще какое-то промежуток времени Но просто на истории отвечали, то есть как-то такого длинного диалога у нас не было Ну потому что нам не так просто было найти контакт и тему, о которой вы говорите Поэтому все заканчивалось тем, что я говорю, ну это кофта говно, она говорит, достал дебилу, иди Это хорошая кофта Мне она нравилась И вот на этом строилось все наше общение, то есть все ответы на историю, что либо я дебил, либо я ее называю, это тоже как-то так И вот на этом строилось наше общение Но после этого я типа позвал ее погулять, до ЦУМа пройтись И долго ты на это решался, раз ты не писал мне 4 дня? У меня был план под действием каждый день Записал в блокнотик, да, галочками отмечал, что сделано, что нет, да? Это так работает И я позвал ее погулять в ЦУМ, то есть сходить в кафешку и погулять в ЦУМе Вот, ну и он меня повел в ЦУМ и только не расскажет Нет, я расскажу Да не надо Нет, он меня повел в ЦУМ, короче, и не говорил Да хватит, я не такой Он мне не говорил Я холостяк, который ведет себя пафосно в сцепи Сядь уже и убери это из своих рук Как нужно вести себя у тебя на видео на Ютубе? Надо быть серьезным? Да, видишь, я спокойно сижу, а ты уже 100 пост поменял Человек волнуется, ребят, поддержите его в комментариях Скажите, что я самая красивая девушка на свете А ему надо подстричься Мне не надо подстричься На самом деле я, типа, думал волосы покрасить более светлой Но я боюсь, что кудряшки пропадут Нет, не пропадут Я тебе буду волосы завивать лично Слышали? Слышали? Я слышал Запомнили Но потом ты все равно будешь подстрижен Я тебе ночью побрею на лысо Нет В общем, все, мы пошли до ЦУМа Да, мы пошли до ЦУМа Он мне не объяснял, зачем мы туда идем И мы подходим, короче, к той кофте К тому бренду Именно этого бренда была кофта Когда он сказал, типа, вот ее лучше возьми Не ту, которую я купила И он мне ее покупает Просто берет и покупает Берет мой размер и тащит эту кофту на кассу Ты бы ее не купила Купила бы, но попозже Тебе понравилась другая И я помог твой вкус доработать Доработал, вот, смотрите, ребят Доработал, потом покажем Эту кофту Ну и что происходит дальше, ребят? Самое интересное Мы погуляли, посидели в кафешке Офигенно провели время Это был, конечно... Я больше ничего не пролил на нее Как факт Ну, слушай, у тебя на тот момент Уже руки не из жопы росли, как мне кажется Они в первый раз не росли из жопы Просто в тот момент кувшин был мокрый И поэтому я пролил на тебя Это не я был виноват Нет, просто у этого человека Все всегда валится из рук, когда он не высыпается Ну, это ладно, это по факту Вот тогда ты, наверное, кувшин на меня и херанул По этой причине Ну и потому, что кувшин еще был мокрый Одну ко второму Да Да, я люблю поспать и быть... Ну, а тогда не спал В общем, мы тогда офигенно провели время И я хочу вам сказать, что искра такая нефиговая пролетела Да, вот такая вот И после этого она уехала в дом Я решил долго не задерживаться на этом этапе Ну, потому что я люблю делать быстро и резко и правильно Поэтому через несколько суток я приехал в дом То есть в The Angels Home, в котором ты сейчас в доме Вот, с букетом Спасибо, что напомнил Пожалуйста, что напомнил Ну, вдруг, типа, кто-то нет Все знают? Все знают Одновременно сказали Да иди ты, блин, давай уже Вот А с букетом это была идеальная 101 роза Красно-белая И с большей мишкой Я так хотела это выложить Блин Нельзя Да, но мы не хотели об этом рассказывать И только вот несколько суток назад Вот мы сейчас записываем видео Мы решили, что, типа, черт Типа, что хотим рассказать Да, потому что держать это в себе, это сложно Слушайте, ребята, вот из-за него даже все ребята из дома, где я сейчас нахожусь И говорят, Карина, ты очень часто начала использовать Черт Я везде говорю Черт Ты заразный, Андрей Это психология, на самом деле Когда девушке нравится пополный и крутой, классный мужчина Она начинает повторять его фишки В плане движений, в плане слов и так далее Это следующая стадия Что-то ты за мной ничего не повторяешь Или повторяешь? Может, черт Нет, это работает от девушки Я поняла, я поняла Типа, только вот Ну и, в общем, мне пишут ребята из моего дома Говорят, приехал Андрей Я была в городе Говорят, он с букетом роз и с Мишкой Боже мой, ребят Вы бы знали, как я начала вот в этот момент нервничать У меня затряслись руки В тот момент начал нервничать я, потому что я понял, что тебя нет дома А тебя уже спалили А его уже спалили Да, а меня уже спалили Я тебе хотела сделать сюрприз и удивить этим Да, я решил это сделать Но он решил удивить этим Вот И оказалось все так, что просто нет дома То есть все пошло по жопе Я приезжаю часа через два Меня встречает Мишка, Андрей Похожий на Мишку И букет Я офигеваю Сразу же, как я вам уже сказала Хотела записать сториз Потому что я была в восторге Но поняла, что не стоит А как бы мы пошли разговаривать Она чуть-чуть заплакала Я заплакала, да Ну а как? Мне в жизни никогда не делали таких нормальных стоящих подарков Ну знаешь, как бы без повода Ты просто сейчас с Нойлсом не общалась Наверное, не общалась Очень странно, когда он называет себя Нойлсом Потому что для меня он как бы Андрей Явно не Нойлс Но просто Андрей Ну и мы пошли разговаривать Что произошло дальше? Я думаю, расскажет вам Андрей Мне немного неловко Ну короче, она стоит около меня Ее руки вот так просто трясутся Я волновалась Мои руки тоже вот так трясутся Ну как бы не вот так, но волнение Ну у тебя прям сильно не тряслись Это было видно Нервничала девочка Это нормальная реакция Все девочки так реагируют Я не говорю, что это не нормальная реакция Ну Вот И потом я подарил ей этот букет Это был большой букет И я подарил этот букет ей И положил его рядом Потому что он был слишком большой Типа Но после этого я сделал поцелуй по-французски Крутой, черт возьми! Поцелуй по-французски Как мне неловко В общем Почему неловко? Это же А потом? А после этого я как максимально крутой и харизматичный парень Сказал, давай встречаться Давай встречаться Ну и я согласилась Понятное дело Это так работает А если бы я отказалась? Это не так работает Почему это не так работает? Я знал, что ты согласишься С чего это ты вдруг Ну потому что я типа читаю всегда людей И я понимал, что ты ждешь этого Я этого не ждала Нет Нет, ты не знала, что я приеду, но ты хотела этого Ну я не знаю, не знаю, Андрей Хотела В общем Вот так вот это все у нас теперь получилось Черт! Черт! В общем, мне, ребят, конечно, очень неловко Но мы надеемся на ваше понимание Что вы не захотите меня убить за это Да, что вы не захотите меня убить тоже Да, и ее тоже убить за это Нас обои Ну, черт, просто два крутых человека Они всегда соединяются И это работает так Да, и теперь у нас вот такие вот чудные отношения Ну и спасибо вам, ребят, огромное за просмотр За то, что прослушали это от начала до конца Я, конечно, понимаю, что это максимально интересно слушать Потому что здесь мы, две яркие персоны И это работает всегда так Ярких людей интересно слушать И черт! Черт! Я рад, что вам понравился этот ролик Потому что я уверен, что вам он понравился Он сто процентов вам понравился Да! И мы долго морально к этому готовились Давай как там завершай по-ютуберски По-ютуберски завершаю, ребят, это видео Огромное вам спасибо, что досмотрели его до самого конца Ой, можно я с тобой скажу, что вы подписываетесь? Да, давай Раз, два, три Подписывайтесь! Раз, два, три Подписывайтесь! Подписывайтесь! Ставьте лайки! Пишите максимально, черт возьми, крутые комментарии! И ждите следующее видео Ну и мы с вами прощаемся Пока! Черт! Пока-пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok